Кто из нас не мечтал подняться в небо на большом воздушном шаре, парить над облаками и с высоты птичьего полета, любоваться пейзажами родного края, осуществить заветную мечту, получить массу положительных эмоций, впечатлений и пройти, так сказать, обряд посвящения воздухоплавателей, вам помогут специалисты Федерации аэронавтики Узбекистана. И, кстати, завтра, 6 января, эта спортивная организация отмечает два года. И у нас сегодня в студии ее руководитель Тахир Салиев. Здравствуйте, Тахир Нурмаматович. Здравствуйте, Елена. И у меня к вам сразу первый вопрос. С самого начала ваша федерация поставила перед собой достаточно амбициозные цели. И насколько удалось вам, я знаю, реализовать за два года некоторые из них? И что у вас в перспективе? Два года назад только родились. И сегодня мы себя позиционируем как элемент нового времени, элемент нового веяния. И за это время нам удалось сделать достаточно много. Хотя мы планировали гораздо больше, но дорогу осилит идущий. И я очень рад сообщить вам, что мы смогли присутствовать на трех международных фестивалях и поднять высоко в небо флаг Узбекистана. И это, конечно, удалось нам только с помощью поддержки, которую нам постоянно оказывает Государственный комитет по развитию туризма, правительство. И, конечно, благодаря идеям, которые в послании озвучил президент республики Узбекистан, я надеюсь, что наш шар как символ нового времени, во-первых, их станет больше, во-вторых, станет красивее. Я могу похвастаться еще тем, что мы за этот год присутствовали на 30 крупных международных республиканских мероприятиях. Нам удалось поднять и показать нашу землю, удивительную, красивую природу 200 детям, в том числе инвалидам, в том числе детям с ограниченными возможностями и детям с детских домов. В поддержке Госкомтуризма нам удалось подарить праздник людям. Вы знаете, любой человек, независимо от возраста и пола, каждый раз, когда видит этот воздушный шар, у него в сердце ребенок, который находится, он открывает глаза и говорит, здорово, хочу. И я горд сообщить вам, что за это время более 250 тысяч узбекистанцев впервые в жизни это увидели и смогли наблюдать за полетом воздушного шара. И горд похвалиться тем, что мы провели первую экспедицию на воздушном шаре по Шелковому пути. Мы в прошлом году провели эту первую экспедицию и летали над городами Самаркан, Бухара, Хива, летали над сказочными горами Байсуна, принимали участие в фестивале Байсун-Бухара, и это было здорово. И, кстати, в этом году мы планируем провести вторую экспедицию. Ваша федерация общественная. А насколько вы все-таки работаете со спортсменами или готовите ли вы спортсменов-аэронавтов? Мы готовим спортсменов-аэронавтов. Вот лично я прошел обучение в Киевской школе воздухоплавания, и наша федерация подготовила четырех пилотов привезных аэростатов. То есть не свободного полета, а привезных аэростатов для проведения вот этих аттракционов в городах нашей республики. Сейчас, кстати, на Чемгане наши пилоты поднимают воздушный шар и доставляют радость всем, кто присутствует в горах, катается на лыжах и вообще просто гостей. Ну а вообще, насколько это все-таки безопасный вид спорта? Это, как любой вид спорта, имеет свои определенные ограничения, но тем не менее соблюдение техники безопасности, правил эксплуатации позволяют обезопасить до минимума. И я хочу сказать, что все это стало возможным только благодаря инициативе нашего президента, который еще два года назад сказал, что Узбекистан должен стать открытым, позитивным и ярким. И мы вносим свою маленькую лепту в ту огромную работу, которую делает наше государство для изменения имиджа и привлечения в том числе туристов. Потому что задача, которую поставил президент перед всеми нами, к 2025 году поток туристов должен увеличиться до 7,5 миллионов. Это, знаете, огромная задача. И каждый на своем месте должен сделать что-то, чтобы Узбекистан стал более открытым, более позитивным. Ну и я предлагаю всем улыбаться, как минимум. Спасибо вам огромное, Тахир Нурмаматович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.